А ну, котик, давай, расскажи. Расскажи тёткам, как вязать правильно надо. Расскажешь? Да. Ну, давай. Лицевая, изнаночная, спицами за крючком. Да? Да, котик? Люк-люк. Люк-люк. Вот так вот. Берём пряжу, значит, мы, да? Да. Какая нам пряжа нравится? Вот это нам нравится пряжа? Да? Да. Ну, тогда вот этой пряжей мы и будем вязать кофту с тётками. Да? С вот этими всеми тётками, что там на нас смотрят сейчас. Да. Всё? Ты рассказала? Давай. Всё же. Всем привет. Вы на канале Вяжем с Юлей Дахновой. И сегодня Даша нас научит, как правильно вязать кофту. Потому что, я так думаю, это её. А не последний момент, когда она сюда ворвётся. Очень давно я ничего не снимала. Очень. Мне стыдно. Всё потому, что у меня была сессия, а потом госэкзамен. Я, наконец-то, получу диплом бакалавра. И поэтому этот месяц был продуктивный, но не в том русле. Поэтому всё, что я связала, это укороченный кардиган. Я неправильно в ракурсе сижу, да? А что, ты катать меня будешь? Да. Может, я видео заснимаю? Даш, прекращай. Ты хочешь на руки? Да. Оп. И вот так. Мим бачком сидеть. Да? Красиво, чтобы поделать. В общем, сняла я... Сняла. Вязала я укороченный кардиган, укороченный в рукавах. И укороченный в длине. Укороченный кардиган, связанный лицевой гладью и резинкой один на один. Всё. Но без никаких там выдумок. И вязалось это всё с Ализе Дива. И тут у нас на 100 грамм приходится 350 метров. Все это слышат. Зачем она не ловит? Ну, да. Давай. Давай. Ну, отжали у меня. В общем, цвет у нас бирюзовый. Бирюза. И ушло... Я покупала таких три мотка. Ну, давай. Что, спряталась? Да. Ну, да. Давай. Я расскажу дальше. Можно? Ну, да. Ну, да. Да, Даша. А тут в составе 100% микрофибры. Ушло у меня почти 2,5 мотка. Ну, даже больше, чем 2,5. Тут осталось, я не знаю, грамм 30, может быть. Нет, нитки я тебе точно не дам. Бумажку забирай. Нитки нет. Там теткам не видно ничего. Так, в общем, вязала я спицей 3,25. И единственное, что... Пять. 25. Да, 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 да. Ну, они же тебе нужнее сейчас. Спицы 3,25, которые у меня сейчас отжали. И единственное, там я вам потом уже дальше покажу, когда я заканчивала вверх, ну, там как горловинка у меня, я последние 5 рядов взяла спицы полтора. Полтора, чтобы оно прям там плотненько так было. И закрывала я тоже спицами. У меня есть на канале то, как я закрываю спицами. Я в основном одним и тем же методом закрываю, поэтому... Ага, я подвернулась к нам. Хорошо. Одним и тем же методом я там закрываю, поэтому... Я думаю, все понятно. Сшивалось это все дело крючком 2,5. Тем крючком, который я уже... Я и вязала тот предыдущий. Я, в принципе, в основном всегда сшиваю именно этим крючком. Ну, за исключением, когда... Ага, вот он. Потому что тут орудует Даша, и я не все могу потом найти. За исключением, когда я вяжу какие-то большие... Большие изделия. Ну, там, свитера, еще что-нибудь. Я сшивала этим крючком. Это, по-моему, 3,5. Терлась. Надпись. Ничего я не могу вам сказать. Вот. И... Крутость этой копты... То, что... Во-первых, она летняя. Бывают вечера прохладные. Вот, как сейчас задождило. И вечером... Будь я здорова. Будь я здорова. И вот, когда задождило, вечером ее можно спокойно надеть. Одеть, надеть. В общем, взять с собой. И потом применить. Она из-за того, что с микрофибры, очень быстро сохнет. Вот, буквально вчера, после обеда, я ее постирала. За полдня и ночь. Все, она высохла. Она уже вся сухенькая такая. И что меня не может не радовать. Потому что, если даже вот по дождь я попаду, я буду знать, что она высохнет. И с ней ничего не произойдет. Что самое главное. Во время стирки она не линяет, не тянется, не встает меньше. Вот ничего не произошло. Так как вы связали, такое оно и остается. После стирки, единственное, что, ну, пятерки там выровнялись. Ну, стирка есть. Стирка, она всегда очень много решает в этом всем процессе. Поэтому, вот постирала, сшила, все. Оно так и остается. Ты не будешь переживать, что во время того, как ты намок на улице под дождем, что где-то сейчас тут краска у тебя потечет. Ну, всякое же бывает, правильно? А этот вариант вообще шикарный. С него, с него, вот я знаю, вяжут девочки... Что снимают? Купальники. Купальники вяжут, потому что они быстро высыхают. И пряжа очень приятная к телу. Ну, очень. Она не колется, ничего. Ну, микрофибра. Она, это же не естественная пряжа. Ну, не натуральная, точнее, как хлопок или шерсть. И за счет этого она очень мягкая. И такая, знаете, вот как шелковая. Ну, здесь и написано, вот, шелк эффект. Вот. Она очень гладенькая. Но я не рискнула с нее вязать купальник, потому что, ну, туда нужны потом какие-то подкладочки, еще что-то. Я не люблю с этим всем заморачиваться, поэтому так как есть. Я вам в видео тогда покажу, как я сшиваю вообще само изделие крючком. Там все подробненько покажу, расскажу. А сейчас идите поближе ко мне, и я вам покажу замерчики. Замерчики. А в конце я вам покажу, как это все дело сидит на мне. Что касается вообще размеров нашего укороченного кардигана, так вот, смотрите. Это наша спинка. Художник, конечно, с меня, если честно, не очень, мягко говоря. Вот. Что вот это вот, вот это синее такое, и на нашем рукавчике. А, забыла подписать. Это у нас спина перед рукавчиком. Вот. Теперь понятно. Вообще, смотрите, спинка. На спинку нужно набрать 115 петель. 115 петель. Это у нас получается 42 сантиметра с этой пряжи. Если же вы будете вязать с другой пряжей, то обязательно предварительно вяжите образец, стирайте его, хотите утюжки, хотите после еще раз стирайте, ну, чтобы вы знали, как вообще ведет себя пряжа. Не жалко на самом деле, мне, по крайней мере, взять и связать маленький образец, поиздеваться над ним, вот, капитально, но зато потом быть уверенной в том, что с моим изделием ничего не произойдет, а если произойдет, то я должна знать, как себя предварительно повести. Связать больше его, либо же связать меньше. Ну, я надеюсь, этот вопрос вы понимаете. Смотрите, вот эти синие полосы, которые я выделила жирненько, это у нас резинка. К этому я сейчас подойду. Смотрите, спина. Рассказываю все именно по спине. Спина у нас в высоту, вот, составила 47 сантиметров. Так же само, как и полочка, полочка, часть одна передняя. Ширина спинки, я сказала, 42 сантиметра, высота до рукава. У нас получается 30 сантиметров. Потом мы делаем убавки с 4 петель, буквально. Я сильно много не убирала, буквально 3 сантиметрика, но, опять же, это вот по полтора с каждой стороны. Это немного, это вообще немного. Вот. И дальше вязала так же, вот, лицевой гладью, все основное полотно. Помним, что вязали лицевой гладью, и резинка у нас здесь 1 на 1. Вышла я на высоту спины, которая мне нужна. Видим, что я не делала ни горловины, ничего, ни вида того, что здесь будет рукав, или еще что-нибудь для шеи. Ничего не делалось. Объясню попозже, почему. И ширина у нас составила 39 сантиметров. Так как я и говорила, 42 минус 39, это у нас 3 пополам, по полтора сантиметра, то, что мы убрали здесь. А высота от нашего рукавчика, там, где подрезики мы начинаем делать, до нашего края спины, составляет 17 сантиметров. Естественно же, у нас 17 сантиметров будет здесь, и 17 сантиметров будет на втором нашем кусочке. Второй нашей половинке переда нашего изделия. Ширина нашей передней части получается 15 сантиметров. И мы здесь набираем 52 петли. Это с кромочными, то есть по одной кромочной, и того 50. Это у нас с нашими кромочными. И помним, что здесь 47 в высоту провязываем, так как и на спинке мы это делали. 17 у нас здесь подрез, и 30 у нас высота, которая составляет до подреза для рукава мы делаем. И получается, что нужно вязать такую же, только симметричную часть этой стороне. Просто наоборот. Здесь мы набираем 52 петли, и на резинку спереди мы отделяем 13 петель. Вот здесь у нас будет 13. 13 петелечек. Это мы тоже прекрасно помним. Здесь так само мы убираем 4 петелечки на подрезе, ну, провязываем их вместе, и все, без никаких. А вот сейчас обманула, потому что я закрыла 3 петли, просто закрыла, и потом еще сделала 3 убавки. Да, 2 вместе. Простите, пожалуйста. Вот 3 закрыла, и потом 3 убавки делала. И так же само на спине. Да, просто вязала эти передние части уже очень давно. Ну, переднюю и заднюю. В общем, оставшиеся петли мы вяжем лицевыми, и резинку здесь мы вяжем до конца. Тоже видим, что ничего я здесь не делала ни убавок у горловины, ничего, потому что здесь гораздо меньше у нас наша передняя часть. Такую же мы вяжем и вторую. И вот мы пришли к нашему рукавчику. Ну, давай. Впереди фокус. Наш рукав. Мы вяжем длинную резинку. Ну, как длинную. 18 сантиметров она у меня составила. Вы же можете вязать, какое вам хочется, в принципе, поэтому не заморачивайтесь себе голову. Набрала я 22 петли. Это с кромочными, со всем этим делом, поэтому всего 22 петелечки. Провязала 18 сантиметров. И потом вышла на лицевую гладь. Так как после резинки один на один мы начинаем вязать лицевую гладь, наше полотно выравнивается и становится немножко шире, потому что резинка стянула. Потом так же само. Здесь мы делаем по три убавочки и три вместе провязываем, ну, и три раза по две вместе мы провязываем и делаем такой подрез на рукавчике. Потом по ходу вы смотрите на изделии, когда вам вас устраивает высота рукава именно уже от подреза к плечу и делаете постепенно убавки. Ну, я вот вам клянусь, сделала их на глаз, потом приблизительно смотрела по первому рукавчику и все. И не делала никаких записей, просто все на глаз. Потом здесь мы выходим на 20 петель. Когда у нас остается 20 петель при сокращении, вот эти, начинаю вязать опять резинку один на один. Провязываю ее 12 сантиметров и в ширину она у меня получилась 6, но это уже после того, как я сшивала, я уже померила приблизительно где-то 6 сантиметров. Но вообще, смотрите, мы выходим на 20 петель и потом вяжем резиночку один на один. Ширина рукава составила 13 сантиметров. Почему я сделала здесь вот такую большую резинку? Потому что я хочу, чтобы можно было подкачивать рукавчик, либо же оставлять его так. Но в основном я люблю, когда короткие рукава. вот в принципе, это все, что вам нужно, это основная база для того, чтобы связать такой укороченный кардиган. я думаю, что лицевая гладь и резинка один на один вам практически не нужно показывать, потому что вы все прекрасно это умеете. и надеюсь, что свяжете и будете носить это с удовольствием. Для того, чтобы сшить, мы берем крючок, берем нашу ниточку, вставляем вот так вот в первую петельку нашего изделия, находим края и потом, смотрите, мы находим петлю, вставляем в нее ушком крючка, находим вторую петлю в другом краю нашего изделия, протягиваем две ниточки, видим, что у нас здесь их две, теперь кончик, тот, который у нас оставался, мы отбрасываем назад, придерживая пальчиком, вот здесь мы его так вот подтягиваем, потом захватываем ниточку и протягиваем две петельки, которые у нас образовались ранее, теперь у нас здесь с вами одна петля, дальше мы по порядку берем косичку наша, которая получилась с краю и так же само с одного края, со второго захватываем ниточку и протягиваем уже в одну петельку, вот наша одна, и у вас обязательно все получится, мы делаем дальше, так же вот в третье два ушка мы протягиваем наш крючок и вытягиваем нашу ниточку ищем четвертую такую же дорожку, вот мы ее нашли один раз, два протягиваем ниточку и опять в это ушко мы вытягиваем и у нас получается вот такая вот красивая резиночка, точнее косичка, которая на изнаночной стороне очень красиво смотрится и когда мы будем с вами подворачивать мы можем спокойно открывать потому что у нас получается хороший такой шовчик вот три опять все так же само делаем протягиваем ищите те петелечки которые вам нравятся не обязательно то что вот прям я в те которые ныряла главное чтобы у вас не получалось дырочек и чтобы не сильно стягивала полотно просто равномерненько потихонечку не сильно затягивая провязывая так как я вам говорила что сшиваем это все дело мы с вами крючком после того как сшили видим вот спинка вот этот вот наш квадрат пришили мы сюда вот ту резиночку которую вязали на рукавчике все мы здесь соединили все у нас здесь почти красиво получилось что мы с вами дальше делаем мы от передней планки показываю вам прям по кругу передней планки вот здесь с нашего переда привязываемся к нашей резинке та которая шла с рукава на задней части спинки мы набираем петельки вот я набрала так чтобы у меня получилась здесь гармошка ну вот не хотелось чтобы на спине вот как-то так получилось набираю набираю петель вот сколько мне хочется сколько я их там вижу столько я набираю опять на спицы надеваю резинки все и вяжу параллельно в лицевых рядах я ну я наверное провязала сколько здесь 2 4 5 5 рядов я провязала резинку 1 на 1 вот так вот поворотными рядами и потом я начала делать убавки вот смотрите как это выглядит вот в лицевом ряду чтобы этот ряд у меня переходил плавненько на резинку та которая была у меня на рукаве провязала я тоже 2 4 4 ряда так и закрыла это все я спицами все вот это то что я вам хотела показать ну чтобы у нас вверху была законченность такая потому что как-то без ничего было бы ну не то я думаю поэтому как-то так и здесь чуть-чуть собралось ну когда я уже сшивала здесь немножко пособиралась все вот вот почему я делала длинные рукава для того чтобы но длинную резинку вот когда просто носить она вот рука в три четверти а если я захочу подкатить а у меня есть возможность потому что я сшивала крючком и у меня получился очень хороший шов и мне не стыдно его показать наружу я буду носить вот так вот так вот это смотрится не пришивала я сюда никаких ни пуговиц ничего потому что делала специально чтобы вот была так вот планочка и здесь было открыто чтобы можно было под майку под топ под что вам угодно его одевать и одевать можно в любую погоду ну не прям когда жара жара но все равно вы прекрасно понимаете вот когда пасмурно пусточку накинул и смело себе пошел всем спасибо за просмотр я очень рада что вы провели со мной это незначительное время и надеюсь досмотрели до конца постараюсь снимать больше видео я надеюсь теперь больше будет времени для своего любимого дела и уже подготовить к вам вас к осенне-зимнему сезону наверное нужно с вами навязать каких-то узоров чтобы на канале было и вы потом смело пришли посмотрели так вот это будем вязать в общем спасибо вам за просмотр спасибо за лайки за то что вы подписываетесь на меня с вами была ваша вдохнова Юля пока-пока субтитры Продолжение следует...